Всем привет! Последний ролик на канале про слив нового дополнения вызвал небывалый интерес у вас, и я на самом деле рад тому, что всё сказанное косвенно подтверждается, потому что в игру был добавлен зашифрованный маунт Дракон, и судя по всему, за покупку делюкса здания следующего дополнения мы сможем его получить. Исходя из описания и прилагаемых к нему эффектов, маунтом является Изумрудный Дракон, который имеет очень хорошо проработанную модельку, так как её размер в файлах игры составляет почти 9 мегабайт. Для сравнения, размер предыдущего маунта из делюкса здания Shadowlands составлял всего 2,7 мегабайта. Напомню, что недавно Blizzard продавали пакет с маунтами Драконами, который заставил многих игроков поверить, что следующее дополнение будет именно про них. В прошлом Blizzard пользовались той же самой схемой, делая намёки на будущие аддоны через новых маунтов. Так что надеемся и ждём. Уже совсем скоро должны появиться новости о дате выхода финального патча Shadowlands в конец вечности, так как тесты нового рейда почти закончены и новая локация Зерат Мортис уже приведена к оптимальному состоянию. Но в этом ролике я, как большой любитель спойлеров, хочу предварительно показать вам сражение с Андуином. Ну а если быть точнее, это будут фразы, которые говорит он и все те, кто будут участвовать в сражении. А в конце вас ждёт небольшое приятное дополнение. Ну а сейчас я рад представить вам игру, которая ещё в 2008 году покорила сердца российских геймеров. Имя ей Perfect World. Совсем недавно в игре был запущен новый сервер Galatea, на котором игроков ждёт много крутых активностей, среди которых ускоренный процесс развития персонажа. Благодаря рейтам и печатям наследия, увеличивающим количество получаемого опыта за победу над мобами, прокачка принесёт одно удовольствие. И прямо сейчас на Galatea проводятся марафоны развития с потрясающими призами. Успейте принять участие. Прокачивайте героев, сражайтесь с другими игроками, покоряйте подземельки, выполняйте увлекательные задания в идеальном мире вместе с друзьями. Переходите по ссылке в описании, чтобы забрать подарки и начать играть наравне со всеми прямо сейчас. Продолжение следует... 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 Может быть как раз отсюда идет сходство с голосом Артаса... В дополнение к этому в файлах игры можно найти HD модельки клинков Андуина... Шалатора и Элемейна... Это может говорить о том, что клинок действительно очистится и придет в свое обычное состояние... Но пока что на ПТР сервере освобожденный Андуин бегает без оружия... Вероятно для того, чтобы мы не смогли заранее проспойлерить развязку этого легендарного сражения... А то как так с самого начала многие игроки ждали возвращения Артаса, а его все не было и не было... Необходимо исправлять ситуацию... В дополнение к теме Артаса с Андуина падает два очень интересных кольца... На которых есть обращение отцов к своим сыновьям... На кольце искажающая душу печать Рина, которая доступна только для жрецов, написано... Теперь я знаю, что нет ничего благороднее, чем стремление к миру... Что является прямой отсылкой на слова из комикса Сын Волка... А на кольце под названием Искажающая душу печать Минитила, которая доступна только для Рыцаря Смерти... Надпись повторяет слова Тереноса... Каролини правят вечно, сын мой... И это еще раз подтверждает мои слова о том, что Артасендуин едины... Их душ искажены... И в конце рейда мы получим грандиозную развязку... Как бонус покажу эффект от нового аксессуара для хилов падающего с Андуина... Данный эффект повторяет ультимейт Андуина, который он использовал во время битвы за Подгород... И арестнул половину своей армии... Тюремщик управляет Андуином при помощи магии господства... Через доспехи... И не дает ему никаких шансов на успех... Хоть вначале мы и слышим, как усердно юный король пытается вырваться из железной хватки Заваала... Мне очень понравилась отсылка к фразе Кингс Морн жаждет крови... Очень рад, что Близзард не упустили возможность напустить флэшбеков из третьего Варкрафта... Интересной деталью является и то, что Тюремщик называет Сильвану предательницей... Прошло еще не так много времени с тех пор, как Сильвана выстрелила в Тюремщика... Да и в целом он сам ее отпустил, поняв, что воля Ветрокрыла несгибаема... И рано или поздно он потеряет над ней контроль... Вообще удивительно, как все из тех, на кого ставил Тюремщик, подвели его... В одной из сюжетных линий он назвал Болвара предателем... Точно таким же, как и Артаса... У которых ничего не вышло... Все рано или поздно понимают, что Зевуал творит лютую дичь... Ты должен был стать моим глажатаем... А стал предателем... Ты подвел меня... Как и все твои предшественники... Тем не менее, Зевуалу удается достичь своей цели... Несмотря на все препятствия и предательства со стороны соратников... В своем финальном сражении он будет напрямую атаковать Азерот... Да так, что из планеты рекой будет литься Азерит... Исходя из описания способностей боя... Уверен, что такие удары оставят немало ран на теле планеты... Но не будем заходить далеко... Остановимся только на бое с Андуином... Который обещает быть по-настоящему захватывающим... И что самое главное, с интересным окончанием... Напишите в комментариях, как вам такой камбэк Артаса в сражении с Андуином... А в завершении я обещал показать вам маленький сюрприз... Это новые HD-модельки Сильваны и Тиранды... Исходя из данных раннего Датамайна... Суд над Сильваной будет проходить на вершине Орибаса... И Тиранда будет отчитывать Сильвану за все ее грешки... Говорит Тиранда... Да, хоть Сильвана уже и не та Банше... Что все крушило налево и направо... Теперь она пришла в себя... Тиранда ее прощать не собирается... По крайней мере до конца... Сильвана все грустно выслушает, похлопает кошачьими глазками и под конец ответит... Я подчинюсь суду Тиранды Шелест Ветра... А затем, судя по анимации, Сильвана развернется и прыгнет в утробу... Всеми изгнанная и до конца непрощенная... Она скроется во тьме... Несмотря на то, что Ветрокрылая сражалась за судьбу всего мира бок о бок с другими героями... И даже помогла одолеть тюремщика... Ей был назначен такой жесткий приговор... От Тиранды... Как вы считаете, это правильно? Но спешу заметить, что утроба не функционирует как прежде... В былые времена не арбитр назначал душу в утробу... Только Ковенанты направляли туда тех, кого уже нельзя исправить... И если Сильвана отправилась туда сейчас, значит она станет новым тюремщиком... Будет являться владычицей Таргаста и стражницей проклятых душ... Иначе зачем ей прыгать в утробу? Может быть, Близзард даже ведут возможность посещать ее время от времени... Наша тюрьма в нас самих... Впереди решающая битва... Однажды я уже нашла тебя, любовь моя... Найду тебя и снова... Даже если на это уйдут столетия... Я больше не королева Банши... И не командир следопытов... Но я всегда буду... Ветрокрылой... Теперь полностью раскрывается окончание сюжета для Сильваны... Она уйдет в туман, так же как и в Легионе ушел Иллидан... И возможно, когда-нибудь появится снова... Но пока что Близзард поставит ее на долгосрочную паузу... На этом пока что Датамайн заканчивается... Если вам понравился ролик, поддержите его лайком и подпиской... Для вас был рад стараться Лунный Монах... До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok